уважаемые козероги всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 5 по 11 августа включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех без исключения приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать общие характеристики всей этой недели дом семья взаимоотношения работа и финансы карьера возможные доходы и расходы долги и кредиты внешний мир в отношении вас посмотрим также что в скрытых факторах подведем итоги всей этой недели также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать карта один вопрос желания так карта которая достану самой последней после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думайте о своем желании кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я приступаю к выкладке карт уважаемые козероги все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение в основе вашего расклада я вижу очень много сильных и активных карт это восьмерка жезлов это девятка жезлов туз мечей два пажа четверка жезлов все это говорит о том что вы в постоянном движении очень много общения очень много коммуникации вы обдумываете также какие-то новые возможно проекты или в вашей голове есть какие-то мысли которые нужно реализовать но сейчас вы понимаете что что-то в сложностях множество хлопот по мелочам но я не вижу того чтобы вы унывали с одной стороны есть большая открытость людям миру с другой стороны вы далеко не каждому доверитесь или доверите что-то поэтому как говорится доверяй но проверяет так вы себя и ведете расклад начинается с карты старшего аркана дьявола одна из самых сложных загадочных карт в колоде и она говорит о том что входя в этот период то что вы демонстрируете другим людям это конечно же внешняя уверенность то есть вы никогда не покажете то что вы в чем-то не уверены или то что у вас есть какие-то внутренние страхи но эта карта как раз об этом о том что эти страхи есть страхи зависимости и страхи безденежья страхи того что что-то у вас не получится или в чем-то вы можете быть хуже чем другие эта карта управления желание кем-то или чем-то управлять эта карта говорит о том что есть желание чего-то получить или чего-то добиться во что бы то ни стало доказать кому-то то что вы лучше состоятельней умнее и превосходней этот аркан действительно говорит о том что вы не сами по себе вы вынуждены возможно с кем-то иметь дело с какими-то людьми с которыми может быть при других обстоятельствах не общались бы вообще но если вам это приносит выгоду и от этого есть какая-то польза с такими людьми общаться вы будете по 15 старшему аркану вы хитры изобретательны вы даже из любой сложной ситуации найдете выход вы изворотливы но по дьяволу нужно уметь играть или подыгрывать это не всегда ваши методы но на этой неделе такая стратегия в любых делах пойдет вам на пользу то есть лучше кому-то показывать то что от вас хотят слышать чем то что вы думаете на самом деле но при этом вы должны думать исключительно о своем интересе обойти этих людей с помощью хитростей и уловок эта карта большого азарта и она может говорить о том что может быть вы надеетесь на большую или шальную удачу эта карта вообще жизненных страстей и она может говорить о том что в вашей душе эти страсти эти искушения бушуют они могут касаться и финансовой составляющей вашей жизни так как именно в дом финансов также выпала карта старшего аркана суда то есть для вас это очень важный жизненный аспект но и это также могут быть страсти любовные страсти личного характера вы прекрасно по дьяволу владеете собой своей речью вы знаете как себя вести на людях и вы сами по этой карте можете являться прекрасными манипуляторами где-то своим авторитетом вы пытаетесь подавлять других но если говорить о женщинах большая вероятность того что в вашем ближайшем окружении есть мужчина который вас пытается в чем-то подавлять или вы зависимы от этого мужчины с этим человеком связаны и ваши страхи и ваши мысли и в то же время ваши надежды карта дьявола всегда показывает людей нестандартно мыслящих творческих креативных поэтому возможно именно в этом периоде в начале этой неделе у вас масса интересных идей или вас могут интересовать идеи других людей благодаря которым вы могли бы развиваться карта дьявола эта карта безграничной власти и в своем ближайшем окружении вы кем-то все-таки пытаетесь править или управлять но в то же время вольно или невольно оказываетесь в зависимости от других людей от их потребностей и от их желаний а по дьяволу вами точно кто-то пытается манипулировать или управлять и внушать вам свои мысли карта интриг и игры и она может говорить о том что возле вас много или достаточно таких интриг карта дьявола также напрямую может говорить о магии возможно это то о чем вы думаете возможно кто-то из вас обладает такими способностями но так как в центр вашего расклада выпала пятерка монет и эта карта параллелиц карты дьявола а в доме финансов карта суда это может говорить о том что у вас может быть перекрыт финансовый поток либо кто-то раньше сильно позавидовал вам либо тут действительно было магическое вмешательство на входящие события для вас выпла тройка монет в вашем раскладе ни одна материальная карта это и девятка монет это и десятка монет это и пятерка монет то есть мы видим четыре материальные карты это говорит о том что тема денег для вас наиболее важная по тройке монет идет очень много коммуникаций и общения связанных с работой с текущими делами с развитием имеющихся проектов и возможно любых новых предложений при этом вы можете чему-то учиться и сами можете кого-то чему-то учить люди у вас видят как человека способного поэтому предложения будут возможности заработка есть для тех кто пока не работает вообще в любом случае эта карта говорит о том что вы пытаетесь заниматься чем-то полезным и в вашем случае тут тоже могут решаться любые финансовые вопросы и вы также можете чему-то учиться даже будучи дома или посещать например какие-то тренинги в центр вашего расклада ваши кармические задачи выпала пятерка монет эта карта достаточно слабая она может говорить о том что какой-то момент может наступать опустошение из-за вашего ближайшего окружения из-за работы из-за общения потому что все это перестает вас радовать вам кажется что вас кто-то не понимает вы устали тут может быть усталость и психологическая и физическая особо работать не хочется делать вообще ничего не хочется и ощущение того что вы теряете веру во что-то светлое или во что-то хорошее когда вы в таком состоянии обиды на тех кто рядом вы считаете что вы постоянно что-то тянете на себе и вам никто не помогает и на вас очень много обязательств то что на вас очень много обязательств это факт так как в дом ваших финансовый плакарта суда она говорит о том что ваши близкие ждут реально от вас помощи в том числе и финансовой и вы должны всем помочь тут также могут затрагиваться и вопросы здоровья почему тяжесть большая в отношении работы это может быть не только психологическая усталость но как я говорила и физические недомогания поэтому нужен отдых нужен перерыв если вы долго не были в отпуске или долго не занимались своим здоровьем может быть пришло самое время тем более что рядышком выпала карта медицины и она может показывать любые обследования врачей назначение как стационарное лечение так и не стационарное но это классическая медицина и на все это понадобятся деньги немалые возможно это вас заранее огорчает вы еще ничего не начали делать но вы уже думаете о том сколько на это пойдет денег или даже если вы абсолютно здоровы рядышком с вами кто-то болеющий потому что эти карты могут также об этом говорить то вы вынуждены может быть кому-то оказать такую медицинскую помощь но опять-таки своими деньгами того чтобы у вас вообще не было денег я этого не вижу совсем в недавнем прошлом я вижу очень хорошие доходы девяткой десятка монет об этом говорят то есть тут был какой-то хороший финансовый поток он есть и сейчас но возможно что-то в некой приостановки меня могут смотреть и люди которые без работы вообще может быть кто-то хочет работу поменять судя по этим двум картам найти для себя что-то более комфортно и более удобная или более легкая если работа забирает очень много сил вашей энергии и отражается на ваше здоровье то вольно или невольно вы об этом думаете вы можете что-то поменять и если об этом думать и думать нужно об этом уже сейчас вам нужна чья-то помощь вы должны кому-то обращаться вы должны искать варианты будут я думаю что вариант будет не один поэтому работу поменять возможно даже для тех кто не работает и у вас сейчас есть некие проблемы по здоровью свое здоровье вы могли бы подкрепить и улучшить если вы не будете заниматься тогда на мир и на многие другие вещи вы посмотрите другими глазами пятерка монет может предполагать то что в этом периоде предстоит много трат или то что много трат предстоит на ближайшее время ближайшую неделю и не только по суду у кого-то это могут быть даже какие-то судебные открытые процессы то есть эта карта напрямую может проигрываться как суды поэтому если есть долги или кредиты такие обязательства их тоже нужно закрывать для того чтобы не возникало проблем либо с банками либо частными лицами если вы уже имеете открытый кредит и вам сложно закрывать кредит самостоятельно попросите кого-то о помощи есть кто-то из вашей семьи или из близких людей может бы даже с кем вы в прямом контакте по работе вам кто-то поможет закрыть имеющийся кредит но на этой неделе не стоит оформлять новые кредитные линии также не стоит куда-либо инвестировать крупные суммы денег даже если например вы хотели бы что-то купить продать такое как крупные объекты движимого или недвижимого имущества или например вы хотели бы инвестировать свои деньги в ценные акции ценные бумаги меня могут смотреть люди которые зарабатывают на биржах тут есть некоторые сложности в этом периоде очень важно не оказаться в минусах а продержаться на плаву если в прошлом был подъем то на этой неделе я этого не вижу а наоборот могут быть какие-то проблемные ситуации моменты первым арканом шла карта дьявола эта игра и азарт желание идти в банк но даже первая карта говорит о возможных рисках и возможных потерях вы можете как неплохо заработать но только в определенный момент потом эти деньги могут уходить поэтому внимательно тем более что и на внешний мир выпала карта двойки жезлов которая говорит о том что вам требуется дополнительные инвестиции на что-то сколько бы денег у вас не было вы понимаете что на те проекты которые есть в вашей голове нужно гораздо больше денег то есть вам нужна помощь спонсоров возможно вы с кем-то что-то обсуждаете по этому поводу может быть просто пока о чем-то раздумываете и не спешите действовать хотят действовать в плане финансов здесь точно нужно решать закрывать какие-то финансовые вопросы нужно именно на этой неделе эта карта даже может показывать любые текущие проплаты выплаты которые тоже нужно закрывать возможно это какие-то официальные вопросы когда нужно оформить какие-то бумаги или документы и на это тоже нужны деньги те у кого есть выплаты от государства скорее всего что-то по этим выплатам нужно или пересмотреть или переделать Или в течение ближайшего времени вам предстоит что-то пересматривать, потому что здесь тоже есть нюансы. Большое желание приобретать что-то хорошее, ценное в дом, для дома, для семьи. Это могут быть какие-то глобальные или масштабные покупки. Может быть, в недавнем времени вы что-то приобретали. Может быть, хотите что-то такое хорошее приобрести для дома сейчас. Да, вы можете что-то купить, вы можете потратить деньги. Если у вас есть наработанные или отложенные деньги. Но если вы правильно свой бюджет не рассчитаете, достаточно сложно будет финансово восстанавливаться. Поэтому планируйте свои расходы и доходы заранее. Даже если вы что-то покупаете или продаете крупное, и уже какие-то сделки должны состояться именно на этой неделе, могут быть сложности именно с официальной стороной вопроса. Поэтому вам может понадобиться дополнительная помощь специалистов в вашем вопросе. А сейчас мы с вами возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает и тех, кто не работает вообще. Для тех, кто при работе. Для вас выпала карта пятерки мечей. Карта негативная. Она говорит о том, что у вас есть или враги, или может быть прямой человек, который очень нехорошо относится к вам. Либо за вашей спиной этот человек, либо готов плести какие-то интриги, либо какой-то человек готов на подлость, либо кто-то вас в чем-то готов подставить. И обратите внимание на то, что и в центре выпала пятерка монет. Самое печальное по этому аркану, что враги ваши могут проявляться именно тогда, когда вы к этому не готовы. Возможно, вы на кого-то будете сами злиться, или кому-то будете очень сильно не доверять. Если такая ситуация и возникнет, то в вашем случае лучшая защита нападения. Потому что если не вы сделаете первый негативный шаг в отношении того человека, то тот человек все равно что-то негативное сделает в отношении вас. И давайте возьмем еще одну карту на совет. На совет выпала карта короля чаш. Эта карта может показывать любого партнера, друга, коллегу, с которым, возможно, по работе вы что-то будете обсуждать. Изначально эта карта говорит о том, что вы должны договариваться, в особенности, если меня смотрят мужчины. Если меня смотрят женщины, возможно, да, это человек, с которым вы связаны работой. Но даже если вы работаете исключительно в женском коллективе, это может быть любой мужчина из внешнего мира, которому вы можете что-то доверить. Это может быть друг, любимый, родственник, который может дать вам дельный совет и в чем-то поддержать. Карта для тех, кто сейчас не работает, но вы в активном рабочем поиске, для вас выпала карта старшего аркана императрицы. Это замечательный аркан, который говорит о том, что если меня смотрят женщины, вы очень всесторонне развитая личность. Я вижу, что у вас в голове есть не одна интересная мысль, которую вы могли бы развивать. Тут может быть сразу два или три направления, которыми вы могли бы заниматься. Возможно, что-то уже сейчас развивается и развивается достаточно успешно. По этой карте вы должны продолжать в том же духе, благодаря вам, вашим действиям, вашей жизненной активности, вашей позиции. Рядом с вами развиваются, живут и неплохо себя чувствуют другие люди, потому что вы многим по этой карте помогаете. Для мужчин эта карта говорит о том, что именно женщина вас будет на что-то вдохновлять, именно женщина будет давать вам нужные дельные советы. Вам стоит к ним прислушиваться, потому что это гарантирует ваш рост и для вас какие-то новые возможности и перспективы. Карта плодородия, урожая, поэтому если вы сейчас чем-то увлечены, это будет приносить свой урожай, свой хороший результат. Если вы до сих пор не работаете, конечно, если говорить о женщинах, у вас огромное желание больше все-таки работать на себя, нежели на кого-то. У вас могло бы получиться, если вы действительно поставите перед собой цель иметь свое дело, в вашем окружении есть еще одна женщина, с которой вы что-то будете обсуждать. Или женщина вам может помочь с работой, или от женщины будут поступать тоже хорошие для вас предложения, которые стоит рассматривать. Возьмем карту для тех, кто сейчас на пенсии, или вы по другим причинам дома. Для вас выпала семерка жезлов. Карта обороны, борьбы, борьба за место под солнцем. Карта может показывать какие-то конфликтные или спорные ситуации в вашей жизни, потому что вам приходится с кем-то тут, возможно, даже общаться на повышенных. Аркан может показывать ваше общее состояние на момент просмотра. Возьмем карту совета и для вас. То, что из-за денег у вас с кем-то есть конфликты, может быть, по прошлому, это факт. Для вас выпала карта старшего аркана папы. Она говорит о том, что высшие силы вам будут всячески помогать. Поэтому тут могут быть и выплаты от государства. Тут может быть еще и дополнительное счет о покровительстве. Для тех, кто хочет работать, даже будучи дома, это возможно по этой карте. Для женщины это защита мужского лица. Для мужчин эта карта говорит о том, что многое зависит от вас. В особенности, если меня смотрят мужчины зрелые, которым уже за 40. Я имею в виду старшего возраста. Вы прекрасно организовываете свою жизнь. Здесь у вас очень много связей, контактов по прошлому. И даже будучи дома или будучи на пенсии, вы очень деятельный человек. Очень уважаемая личность, с мнением которого считаются другие. И к вам даже сейчас кто-то может приходить за помощью. Но если вам понадобится эта помощь в чем-либо, вы ее непременно получите. Есть такой человек. Возможно, наделенный определенной властью, должностное лицо. Это может быть любой чиновник, но это может быть и любой другой человек. Человек. Непременно верьте. Потому что карта Папы, это карта Веры, это карта Высших сил, это карта вашего Ангела-Хранителя, который вас всячески поддерживает. Ну а теперь перейдем в вашу личную жизнь в начале тех, кто в паре. Для тех, кто в паре, выплат девятка монет и карта десятки монет. Две прекрасные карты. Они в любом случае говорят о том, что в ваш дом поступают финансы и это деньги немалые, при том, что с вашей стороны, что со стороны вашего партнера. Тут есть какое-то реальное действие. Вы оба стараетесь. Вас могут ждать крупные семейные праздники, торжества. У вас в доме могут быть в ближайшее время гости. Это действительно могут быть какие-то крупные покупки, приобретения, ремонты. Все, что вы запланируете, вы сможете в доме реализовать. Вы будете довольны и ваши родные будут довольны. При желании, будучи дома, вы можете и отдохнуть, и поработать, и полезно что-то делать. Я не вижу, чтобы вы долго отдыхали. Вы очень правильно организуете свою жизнь, свой комфорт. И те, кто работает, не выходя из дома, тоже карты замечательные, потому что они показывают очень хорошие деньги, которые вы еще будете зарабатывать. И даже на этой неделе я вижу хороший приход денег. Ну, а теперь посмотрим, что у наших свободных козерогов. Для свободных выпала восьмерка жезлов, карта туза мечей и карта пожа чаш. И карта пожа чаш, и карта восьмерки жезлов говорят о стрелах любви, о влюбленности, о интересе большом. Может быть, вас кто-то начал интересовать, может быть, вами кто-то интересуется. Карты могут показывать переписку, общение, телефонные звонки, встречи. И при этом ваш партнер или партнерша может быть где-то на расстоянии. Для вас это не преграда, не помеха. Под тузу мечей все эти преграды вы будете преодолевать, несмотря ни на что, если человек вам нравится или вам дорог. Романтизм, вдохновленность. И даже если у вас есть дети или дети есть у того человека, который вам нравится, это не является большой помехой. Хотя это вызывает у вас переживания, так же, как и у той стороны это может вызывать переживания. Для вас очень важно то, как ваши дети в будущем воспримут того человека, который будет рядышком с вами. И не важно, сколько вашим детям лет. В целом карты очень хорошие, они могут показывать и любые дороги, связанные не только с личными отношениями, но, возможно, и с деловой сферой, когда вы куда-то спешите, кто-то к вам спешит с какими-то идеями, информацией. Тут множество вариантов того, как вы могли бы себя реализовать, но у вас есть определенно четкий план, которого вы придерживаетесь и которому вы следуете. Для вас очень важно, чтобы в жизни все было организовано и продумано изначально. Поэтому, конечно же, эта карта показывает логическое мышление и то, что вы ничего не делаете вслепую, вы стараетесь каждый свой шаг продумывать. Есть человек, который для вас может являться не только любимым. Это может быть друг, подруга, это может быть родственник, это может быть даже кто-то из ваших детей, кто всячески вас пытается поддержать, и это тоже будет вызывать у вас радость. Для тех, кто по-прежнему свободен, эти карты гарантируют новые знакомства, но по дьяволу будьте аккуратны. Все-таки с очень непростой карты начался расклад, а это может говорить о том, что в вашу жизнь могут входить люди, либо манипуляторы, либо общаясь с вами. Кто-то будет общаться еще с кем-то. Вы можете оказаться в отношениях с несвободным человеком, потому что тут изначально может идти ложь. Не допускайте того, чтобы вас кто-то обманывал. Меня могут смотреть козероги, которые в отношениях. В вашем случае тоже могут быть искушения где-то на стороне, потому что кто-то к вам явно тут может проявлять интерес. Посмотрим, что в скрытых факторах. В скрытые факторы для вас выпала карта солнца, четверки жезлов и карта девятки жезлов. Карты счастья, праздника, безмятежности, огромной радости. И это заслуженный отдых, заслуженный праздник. В доме, скорее всего, это то, что впереди. Те события, которые еще будут не на этой неделе, а немножечко позже. Либо в течение августа вы что-то планируете такое интересненькое, но и до конца года у вас тоже есть очень много надежд на какие-то ваши планы, которые вы успеете реализовать. И я вижу, что вам тут и высшие силы будут помогать, и кто-то из вашего ближайшего окружения будет всячески вам во всем помогать и всячески вас поддерживать. Карта солнца – это карта преодоления любых жизненных трудностей, это карта вашего эго. А если в расклад выпало солнышко, значит, вы чем-то будете очень удовлетворены и действительно довольны и счастливы. Эти карты могут показывать какое-то крупное торжество, такое как свадьба, помолвка, крестины, рождение ребенка. Тут может быть все, что угодно, у каждого своя ситуация, но какие-то радостные события будут еще впереди. Может быть, это не обязательно то, что в вашем доме, это может быть то, что у ваших родственников, но это будет касаться и вас. Здесь мы видим девятку жезлов, это карта некой обороны, порой даже от своих родственников. То есть я вижу, что вы-то стараетесь для всех, вы пытаетесь со всеми найти общий язык. Но тут идет речь о каких-то старых конфликтах, которые могут все-таки всплывать на поверхности, и из этого может портиться ваше настроение. На завершение этой недели для вас выпала карта Пожа Мечей. Она говорит о том, что в выходные могут быть раздражения и нервы. Вы неспокойны, ваша душа неспокойна. Возможно, у вас с кем-то состоится какой-то разговор, который немножечко вас выводит из нормального состояния, или вас раздражает какой-то конкретный человек, может быть, с которым вам приходится общаться. Эта карта даже может показывать любой телефонный звонок, переписку, которая вас расстраивает, и вы немножко злитесь на кого-то здесь. То, что касается ваших детей, те, у кого есть дети, тут даже могут быть недовольства, связанные с вашими детьми. Давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. Здесь мы видим третьего Пожа, это Паж Монет. Это карта ежедневной хлопоты, суеты, финансового характера, траты, расходы, ежедневный труд. Вы в чем-то постоянно проявляете усердие. Карта большой выносливости, и она говорит о том, что если не получается решить что-то сразу, вы все равно к своей цели идете небольшими, возможно, медленными шагами, но уверенными. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала восьмерка монет. Конечно, эта карта дает ответ «да», но то, что я вижу по картам, с вашим желанием у вас связано действительно очень много искушений, и какие-то страсти в вашей душе бушуют или бушевали ранее в отношении того вопроса, который вы задали. То есть очень хочется кому-то доказать что-то. Возможно, вас еще кто-то вольно или невольно подталкивает, или подбивает на что-то, или влияет на ваш вопрос психологически. Я вижу, что вы уже многое сделали для того, чтобы получить желаемое «да», что-то делаете и сейчас, потому что эта карта говорит о том, что вы вкладываете во что-то свои силы и энергию. Это будет оправдано, но у вас еще будет выбор вариантов. Если заглянуть вглубь ситуации, то потом из-за вашего вопроса, да, желаемое «да», вы получите, но позже у вас с кем-то будут либо разногласия, либо какая-то не совсем приятная конфликтная ситуация. Но ответ в целом «да». Мы можем также дополнительно взять всего лишь одну руну на ваш вопрос, для того, чтобы посмотреть еще, как могут развиваться события по вашему вопросу в ближайшее время, или на что вам нужно рассчитывать. Одна руна, будем рассматривать руну и в прямом, и в перевернутом значении. И для вас выпала руна «геба». Руна партнерства, союза, взаимодействия с другим человеком или людьми. А это говорит о том, что это партнерство состоится успешно для вас. То есть здесь как бы руна подтверждает, что ответ «да». А это говорит о том, что есть две стороны, заинтересованные в том, чтобы желаемая «да» случилась. Уважаемые козероги, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотр. И всем отличного периода. Пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально гармонично. Помните о том, что расклад – это не приговор, а наоборот возможность вовремя увидеть какие-то слабые стороны в своей жизни и вовремя их подкорректировать. До следующих видео, до следующей недели. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова